Якудзо Сюжет развивается достаточно прямолинейно. И пока вы концентрируете внимание на определенных сценариям заданиях, заблудиться вам не позволят. Едва выполнив очередной важный квест, вы незамедлительно получаете новую порцию информации и новые ориентиры. И даже искомая цель всегда помечена на карте. Знай, беги в ту сторону, куда указывает жирная лиловая стрелка. Но решая первостепенные задачи, вроде присвоения потерянных мафии миллиардов, не стоит игнорировать второстепенные. Обратите внимание на зеленые стрелочки над головами многих прохожих. Это верный знак, что им есть о чем с вами поговорить. Кто-то поделится своими соображениями относительно рукопашного боя. Кто-то просто пожалуется на нелегкую судьбу. А кто-то попросит о помощи. И наверняка отблагодарит материально, если эта самая помощь будет оказана. Кроме того, в Якудзе интересно побродить просто так, без всякого дела. Зайти в стрип-бар и полюбоваться на местных красоток. Потолкавшись в дешевый закусочный, подкрепиться порцией лапши. Наведаться в супермаркет и обновить гардероб. Либо затариться сувенирами на случай неожиданной встречи с прекрасной незнакомкой. Кстати, не все прекрасные незнакомки одинаково... прекрасны. В данном случае мы говорим о душевных качествах. Есть среди такийских дамочек и такие, что норовят обчистить честного гангстера, предварительно напоив его чем-то до бессознательного состояния. Правда, у вас почти всегда есть возможность отыскать обидчицу и ее сообщников. А отыскав, объяснить негодяям, с кем они связались. И уверяем, потерянная накануне вернется в ваши карманы. Да еще, пожалуй, в двойном размере. Когда видишь Якудзо в динамике впервые, не веришь собственным глазам. Неужели такое возможно на бесповоротно устаревшей PlayStation 2? Здесь есть широкие улицы, освещенные десятками фонарей, толпы народу, бесконечные гирлянды неоновых вывесок. Одним словом, все то, чего так не хватало в любой из последних частей GTA. Так что же, мы имеем дело с маленькой технологической революцией? Не совсем. На самом деле, ради достижения такого результата разработчикам пришлось пойти на множество ухищрений и компромиссов. Ведь что было в GTA? Целый город, и при том немаленьких размеров. А что мы получаем в Якудзо? Средних размеров квартал, который не составит труда обойти минут за 40. Да, в GTA не было людских толп, зато на окрестных хайвеях никогда не чувствовалось нехватки автомобилей, которых днем с огнем не отыщешь в Токио. И не помчишься на колесах вдоль мелькающих домов. Главный герой бегает не то чтобы очень быстро. Приставка как раз успевает подгружать всю эту красоту. Впрочем, не будем придираться. В конце концов, создатели Якудзо и не ставили перед собой задачи сделать очередной клон GTA. Вместо этого они создали отличный захватывающий боевик, где первое место отдано интригующему сюжету и харизматичным персонажам. Субтитры создавал DimaTorzok